Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Это блог-неделька. Самая интересная, забавная и полезная за прошедшую неделю. Конечно же, эта неделя ознаменовалась выходом последнего фильма о Джеймсе Бонде, в котором сыграет Дэниел Крейг. Фильм называется «Спектр». Мы все очень долго-долго его ждали. Ну, я не буду говорить, что это очень остросюжетный, самый дорогой фильм из фильмов о Бонде. И, естественно, что он должен быть самым пафосным, самым крутым. Очень много мест съемки разных локаций, очень круто сняты драки, как обычно. Есть пара-тройка моментов, где этот Бонд не похож на предыдущих Бондов с Дэниелом Крейгом. Но, как мне показалось, создатели фильма решили сделать упор на классику, и он в некоторых моментах даже больше похож на Шона Коннери. Голубые рубашки, коричневые пиджаки из другой ткани, но в том же стиле, что и у Шона Коннери. И еще пара-тройка моментов. Интерьеры комнат, в которых располагается Бонд и его подруга, когда они прибывают главным злодеем. Который, кстати, тоже одессовременно, но стилизован под того Блофилда, который мы видели в оригинальном фильме. И даже пушистая кошечка появляется в кадре, но, правда, всего только в одной сцене. Дэниел Крейг был более брутальным Бондом, он был более реалистичным. Все его драки, все, что он делал. Он действительно потел, он там рвал вещи, у него текла кровь. То есть он не был таким классическим Джеймсом Бондом, которыми были все предыдущие актеры. Вот в этом последнем фильме он приобретает какое-то просто потустороннее везение, когда он падает вдруг на диван. Или когда там, не буду спойлить, есть некоторое вмешательство в его организм, после которого он должен там был потерять некоторые чувства. Но он побежал, как ни в чем не бывало, убил всех врагов и, в общем, он таков. Финал, кстати, может вас немножко удивить, поэтому на фильм, конечно, я советую сходить, очень качественный, несмотря на то, что пара-тройка вопросов все-таки к нему остается. Не знаю, как вам об этом сказать, но на этой неделе я посмотрела фильм «Женщина в черном». Зачем я это сделала? Это уже третий, наверное, или десятый вопрос. Что могу сказать о фильме? Он невероятно красиво снят, там очень красивые краски, классно подобраны интерьеры. Все костюмы героев, там даже близнецы-собачки классно выглядят. Но смысл такой, мне кажется, дурацкий, даже для фильма ужасов или для фильма, который должен чем-то напугать, очень много каких-то несуразится. У меня было много предположений по поводу, почему призрак себя ведет таким образом. В итоге остается некоторая недосказанность и загадка, и возникает огромный вопрос, а что же все-таки лучше, жизнь или смерть? Судя по концовке фильма, этот вопрос остался для создателя этого фильма открытым. А еще на этой неделе я узнала, что будет продолжение фильма Тима Бертона об «Алисе в стране чудес», вторая часть об «Алисе в зазеркалье». Фильм будет в 2016 году, там будет играть все тот же «Шляпник», все та же «Алиса», Джонни Депп и Мия Васиковски. И также там будет играть Саша Барон Коэн, которого мы все знаем как Барата. Продюсером фильма является Тим Бертон, но я не уверена, что он также является режиссером фильма, поэтому еще некоторые сомнения, конечно, остаются по поводу того, что это будет так же круто, как первый фильм. Но, судя уже даже по этому первому трейлеру, спецэффекты и костюмы говорят нам о том, что фильм будет стоящий. Еще на этой неделе я увидела вот такую картинку, очень прикольная скалка с кошечками, то есть можно раскатывать тесто, делать печеньки, на них будут ходить кошечки. А сейчас просто шикарная новость, особенно для тех, кто частенько мучается своим маникюром. Скоро планируют выпустить лак, который будет просто распыляться на ногти. Представьте, вы наносите на ногти специальную базу, потом вы распыляете лак на ногти и, естественно, он попадает на руки и на все вокруг, потом вы просто моете руки и лак остается только на ногтях. Мне кажется, что это просто шикарно. Пока этот лак будет выпущен только в розовом и таком цвете металлик и он доступен для предзаказа, я, естественно, пока ничего заказывать не буду. Я посмотрю, что будет дальше и если такие вещи уже пошли и эта вещь будет очень популярна, я думаю, что нас ждут просто миллионы разных оттенков и я думаю, что это будет супер революция. Представьте, что это так быстро и просто. Если это станет трендом, если всем это понравится, если будет куча разных вариантов оттенков и текстур, я буду просто самым первым фанатом этого дела. Также на этой недельке вышел видеообзор второй книги Виктора Пельевина «Смотритель. Железная бездна». Отзыв это хвалевный, мне книга очень понравилась. Даже если вы читать книгу в ближайшее время не планируете, некоторые идеи из книги могут показаться вам очень интересными. Также на этой неделе я начала читать книгу Евгения Водолазкина «Лавр». Книгу начала читать по совету Радислава Гандапаса, который сейчас является тренером номер один в России и в СНГ в сфере бизнеса и, я думаю, что в сфере личностного роста, в принципе, тоже. Как минимум, книга «Лавр» необычная, она погружает в какой-то совершенно другой мир. Естественно, что больше я вам расскажу по прочтению книги, я обязательно сниму на нее обзор. Помимо видео о книге «Смотритель» на этой неделе также вышло видео о Крыгина бокс «Самолет». В этой коробке было несколько совершенно звездных и незаменимых теперь для меня продуктов и было несколько разочарований. Например, шампунь «Батист», который был очень много где и кем разрекламирован, в том числе и самой Еленой Крыгиной, он очень серьезно уступает шампуню «Трайми» от Вэлла и вообще, я считаю, его вчерашним днем. В то время как резиночка от Makeup to Makeup посылает во вчерашний день в прошлый и на свалку все инвизи-боблы. Действительно, это самая крутая резинка из тех, которые я пробовала. Если вы еще не видели эту резинку в действии и также хотите увидеть полный обзор на все продукты из коробочки, обязательно посмотрите это видео. Еще на прошлой неделе я успешно завершила два курса на курсере. И я себя поздравляю и вам от души рекомендую курс «Learning how to learn». В этом курсе есть русские субтитры и одна из авторов курса Барбара, она переводчик, то есть она знает русский язык и в принципе к ней можно обращаться на русском. Я думаю, что она на какие-то вопросы может также ответить. Из этого курса можно узнать, как спланировать свой день, как улучшить свою память, как быть более продуктивным человеком, почему возникает прокрастинация и как, каким образом от нее можно избавиться. Курс идет всего 4 недели, мне невероятно понравился, ссылочку я вам оставлю внизу. Еще на этой неделе я узнала, что, оказывается, у Камерн Динс есть целая книга, посвященная телу, где она рассказывает о том, как любить свое тело, как правильно питаться, как заниматься и прочее, прочее. Книга даже вышла на русском языке, мне в целом эта идея показалась интересной. Если кто-то из вас читал уже эту книгу, пожалуйста, скажите мне свое мнение, что вам понравилось, не понравилось, как она вообще стоящая, не очень. Пока я внесла эту книгу в список чтения на будущее. На этой неделе я попробовала и совершенно влюбилась вот в такой бибик-кремик. Это милипуська бибик-крема от Эрбориум с Женшенем. Волею судеб и ошибок на коробочном сервисе у меня целых два таких пробника, чему я теперь просто несказанно рада, потому что этот оттенок Клэр подошел мне, как мне показалось, просто идеально. Он совершенно невесомый, он отлично увлажняет даже кожу вокруг глаз. Нет нигде переходов, ничто никуда не скатывается. И он целый день держится. Несмотря на то, что он весьма легкий, его можно наслаивать и даже убирать какие-то несовершенства, акне, прыщики. С этим он тоже справляется. Самое крутое, что я заметила, с этим бибик-кремом, даже без нанесения какой-то пудры сверху, у меня кожа блестит гораздо меньше. То есть я, в принципе, могу сказать, что она чуть-чуть слегка как-то поблескивает, и это выглядит весьма естественно в конце дня. В то время как с другими тональными средствами, с бибик-кремами, даже если я наношу сверху пудру, которая должна убирать весь этот блеск и мотировать, у меня все равно через 3-4 часа начинается жирный блеск. Поэтому на этой неделе это моя такая невероятная любовь, и у меня еще в этой коробке была скидка 25%, и я обязательно его заказываю. И еще одна моя коробочная любовь этой недели, это вот такой крем для волос от FITO. Полюбила я его не сразу, потому что сначала я воспользовалась советом производителя и нанесла небольшое-небольшое количество. Вообще со средствами для волос, конечно, лучше не перебарщивать, частенько бывает такое, что нанесешь слишком много, и волосы потом выглядят грязными, но не с этим средством. Во второй и в третий раз я это средство нанесла пообильнее, и волосы действительно становятся просто невероятно гладкими, они отлично расчесываются, и у них действительно такое очень приятное ощущение шелковистости. Я не знаю, как это передать, но действительно неожиданно этот крем стал для меня находкой. Вот в этой коробочке у меня пробник, в котором 10 мл. Таких пробников у меня два, первый уже практически подошел к концу, мне его хватило на три раза, и еще должно хватить минимум на один. То есть вот, наверное, вот такой упаковки на мои волосы должно хватить на четыре применения. Здесь 10 мл, пока я все еще думаю, нужна ли мне полноценная версия, и я пока, честно, даже не смотрела, сколько она стоит. Но я догадываюсь, что фито не может стоить дешево. Также на этой неделе у меня подошли к концу некоторые корейские средства, в том числе крем с пчелиным ядом, и на прошлой неделе я получила посылку с новыми корейскими средствами. То есть не на следующей неделе, но через недельку ждите обзор на новиночки из корейской косметики. Пока покажу вам вот такой вот спонж коньяку. Также его называют конжаковый, коньяковый. Если вы с корейской косметикой и с корейским уходом знакомы, то вы уже такую штуку наверняка видели. И причем не только в белом, но и, наверное, в разных, во всяких там зеленых и в оттенках глины. Этот спонж сделан из растения, то есть это коньяк, коньяк, коньяку, как ни назовите. В сухом виде он немножко меньше, когда он напитывается водой, он становится больше и становится мягче. Если честно, пока ничего более нежного и прекрасного для того, чтобы снимать пенку или просто умываться, я пока еще не видела. Уже после первого применения я заметила, что этот спонж отыскал где-то у меня на лице не смытый биби-крем. Я сначала использую гидрофильное масло, потом пенку, и после этого я использовалась этим спонжем и заметила некоторый оттенок бежевый. Это значит, что где-то тональный крем я не смыла. Уже только за это я сразу же обратила внимание на то, как он работает и полюбила его. Что будет дальше, мы с вами посмотрим. И на все остальные средства, пилинги, кремы, ночная маска, об этом, обо всем я расскажу через пару недель. Еще одной посылки, которая настигла меня на этой неделе, была вот такая потрясающая палеточка Garden of Eden от Sleek. Вообще я невероятная фанатка таких вот палеточек iDivine, у меня это уже третья палетка. Они могут наноситься как сухим, так и мокрым способом. Если у вас есть эти палетки, то в принципе все остальные тени уже как бы становятся и не нужны. И вот сегодня для этого видео я впервые делала макияж вот с этой вот палеткой Garden of Eden. Посмотрите, какие потрясающие зеленые оттенки. Она мне просто невероятно нравится, она меня вдохновляет. Я уже вижу еще пару вариантов, как можно ее использовать, чтобы сделать совершенно другой макияж. Но сегодня просто невероятные классные зеленые оттенки. Я просто в восторге. При таком богатстве оттенков и качестве самих теней, мне кажется, цена в 700 рублей, которую я за них отдала, где-то там 680, это просто смешные деньги. Заказывала я на сайте Chip Club, я вам об этом уже говорила. Но я вам сразу скажу, что о том, что там все есть в наличии, это ложь. Я сделала заказ, я заказала вот эти вот тени и еще несколько кистей. Достаточно много кистей, там некоторые еще баночки, еще там что-то. Мне позвонили сразу же, сказали, извините, ничего нет. И в итоге мне пришла вот эта палетка, две кисти и одна баночка. Я была просто в диком шоке, потому что у них на сайте написано несколько раз, подчеркнуто, что у нас все есть в наличии. И я пыталась заказать две баночки, мне уже не дала эта система сделать, потому что в наличии есть только одна баночка. То есть я была уверена, что все, что я заказала, это будет просто по супернизкой цене и это все есть в наличии. И вторая вещь, которая была с этим заказом, это доставка. Доставку, которую я изначально заказала, они ее отказали сделать по вине той компании, которая должна была доставлять. Это Боксбери, они почему-то отказались сделать доставку. Тогда, не ставя меня в известность, не позвонив мне, ничего не сказав, они просто отправили другой транспортной компании и даже не спросили меня, где мне было бы удобнее забрать. То есть мне уже здесь на месте пришлось созваниваться от транспортной компании, выяснять, где это лежит. И чтобы мне прислали туда, где мне было бы хотя бы удобно забрать. То есть, если ради супер выгодной цены вы готовы потерпеть, что половина вашего заказа не будет, и что к этому заказу могут отнестись невнимательно, то, конечно, вам стоит обратить внимание на чип-клаб. Если вам свои нервы дороже, и если вам что-то нужно срочно, и вы очень рассчитываете на этот магазин, то подумайте еще раз. Также на этой неделе я как-то особенно прониклась в туалетной воду от Хлои, и из того, что за последнее время вообще ко мне попадало в качестве пробников или где-то в магазинах я пробовала, этот аромат действительно чем-то отличается. Возможно, тем, что в нем аромат бутона розы, и мне это как-то очень импонирует. Он очень женственный, он нежный, он ненавязчивый, и он явно не унисекс, чем грешат сейчас и женские, и мужские ароматы. При этом аромат мне притормый, а даже немножко с кислинкой, но, честно говоря, я не знаю, как он на вас раскроется, то, как он раскрывается на мне, мне действительно очень понравилось. Купила на этой неделе семена конопли, как вы знаете, в них очень много витаминов, они содержат 8 незаменимых кислот из 9, которые нам необходимо получать с пищей, из которых мы получаем потом белок, также омега-6 и омега-3. Их можно добавлять в яичницу, в каши, в творог и экспериментировать бесконечно. Некоторое время назад сестра посоветовала мне попробовать гречневые хлопья, но вот, проходя мне у них в магазине, я решила, что настал их момент. Я их попробовала, могу сказать, что действительно очень удобно, они очень питательные, очень быстро насыщают, если нет времени, их просто можно заварить кипятком, либо немножко поварить. Также их можно заваривать молоком и добавлять в него все, что вы захотите. То есть, это может быть как сладкая кашка, так и совершенно не сладкая. Вы можете добавлять туда овощи, разные специи, и это будет замечательный гордин. Что же, это все на сегодня, вот такая вот была неделька. Обязательно пишите мне, что с вами произошло на этой неделе, какие интересные открытия вы сделали. Я благодарю вас за то, что вы были со мной, мы с вами обязательно увидимся. Все, всем пока. Вы думали, что я забыла про ваш миллион поцелуев, да? Нет? Вот они. Вообще на этой неделе я сгадала вот такие вот серки. У меня они стойко ассоциируются с монархией, я называю их монархические серки. Это лимитированная коллекция, в рамках коллекции Ларус Соколова. Как только они ко мне приедут, мы с вами на них обязательно посмотрим и решим, насколько монархия подходит современной жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok